Если просто напрямую связывать модели управления интернетом в Китае и в России, кажется, что они одинаковые. На самом деле мы идем в разных направлениях. В Китае действительно интернет долгое время был абсолютно зарегулирован. По сути дела только один национальный провайдер. Ограничение было более чем по 300 тысячам сайтов. Причем, казалось бы, самых странных сайтов не только информационное агентство, но и, например, сайты некоторых университетов, где были политологические публикации. И в Китае по разным сведениям называется от 60 до 200 тысяч человек, которые в том числе и вручную отсматривают эти сайты, блокируя их доступ. С этого начиналось. И постепенно Китай ослабляет вот эту хватку, понимая, что в принципе, в любом случае, современные технологии позволяют обойти. Да, Китай блокирует разные VPN-сервисы, да, он перекрывает, но в целом оказалось, что все не так страшно. И поэтому как раз Китай идет от полной закрытости к постепенному открыванию сервисов. Facebook закрыт, YouTube закрыт. Но что сделал Китай? Он параллельно создавал свои площадки. Да, в Китае Google China закрыт. То есть, если вы наберете Google.com.ru или Google.com.gonk, вы выйдете нормальный Google. И Китай при этом вел свою поисковую систему Байду, которую, я вас уверяю, ищет не хуже, если не лучше в китайском секторе интернета, чем тот же самый Google. Да, Китай не допустил Facebook, но есть китайские социальные сети, в которые можете в том числе и вы участвовать. Да, в Китае не работает целый ряд сервисов короткими обменами сообщений, но Китай вел свои сервисы, и поэтому, в том числе, например, многие иностранцы к ним подсоединены сегодня. То есть, Китай создал параллельную реальность, и поэтому ему же не страшно, есть Google или нет Google. Теперь посмотрим, что делает Россия. Россия, наоборот, от открытости движется к закрытости. Россия идет туда, откуда ушел Китай, потому что Китай не боится. Ведь в чем страх-то всегда? Страх в том, что гражданин вдруг подумает, что там лучше, вообще все лучше. Но если гражданин китайский живет, в принципе, по крайней мере, лучше, чем жил пять лет назад, когда у него развивается страна, когда ему становится более комфортно жить, он уже понимает, что на самом деле здесь тоже хорошо. То есть, оказывается, вопрос не в интернете, вопрос в качестве жизни. И я думаю, что вообще, да, технически, я полагаю, наверняка можно и ограничить, и перекрыть, и создать закрытый, изолированный сектор российского интернета. Но вопрос в том, что это будет, наверное, единственная первая сторона на Земле в таких масштабах, которая абсолютно идет по пути деградации собственного сообщества. И, к сожалению, все эти идеи продвигаются людьми, которые просто боятся интеллектуальной конкуренции с Западом, с Востоком, в том числе с Китаем. Мы, конечно, можем прикрыть целый ряд сайтов, целый ряд площадок, которые негативно относятся к России. Но я напомню, что вообще-то, к сожалению, нравится нам или не нравится, негативно относятся к России. И иногда в Японии, иногда в Южной Корее, и в Китае это есть. И я могу лично показать массу блогов в китайской части интернета, которые критикуют Россию. Ну и что? Потому что самое главное, интернет это не просто средство общения. Интернет это средство обмена интеллектуальной информацией. И первое, что мы получим, мы получим, что целый ряд людей, которые пользуются интеллектуальным обменом информации, например, я постоянно читаю статьи на иностранных сайтах, мне это необходимо для работы. Люди просто будут перемещаться там, где это можно будет читать. И в какой-то момент окажется, что Китай, вот этот оплот антидемократических тенденций, окажется значительно более открытым, чем Россия.